Вы как-то говорили, Вадим, сколько у нас таких героев? Целый список. А еще духовные люди. Батюшка Илья, старец-отец Сергий. И Вика сказала, да, все они люди духовно наполненные. Отец Сергия вы имели в виду схиегумена Сергия? Да. Слушайте, ну смотрите. Схиегумен Сергий в 79-м году работал в милиции, был уволен за дискредитацию. В 84-м году совершил ДТП, повлекшее вред здоровью или смерть человека. В 86-м году сознался в убийстве при разбое с отягчающими обстоятельствами, получил 13 лет тюрьмы. Уже в этом веке он организовал секту Свердловской области, где в том числе послушников били, например, крапивой и кабельным шнуром. Это свидетельство послушников бывших. А в 2020-м году патриарх Кирилл лишил его сана. А чем этот человек близок вам по духу? Можно я вставлю? Ну, ты начни, да. Значит, у меня-то ситуация совершенно простая. Я это не знаю, вот это, и не читаю. Я говорю, то, что я вижу и слышу. Поэтому для меня это является моим пониманием, личным. Кроме этого, есть один великий пример в жизни, который знают практически все. Это человек, который висел рядом с Христом. С правой стороны. И когда пришло время, Господь ему сказал, ты будешь в раю сегодня, поверь мне. Помяни меня, Господи, во царстве своем. Когда человек раскаивается, тогда происходит что-то большее. Но вот если это так пропускали и делали наши власти, может быть, это неправильно, но на то воля Божья, чтобы он оказался там. Я сейчас могу сказать одно. Сергей, да, отец Сергей, в миру. Как звали его? Я не помню. А вот сейчас, вот это главное. Случилось вот что. Мы приехали на Ганину яму. И он рассказывал, вот здесь, а он был настоятелем. А игумены, да. Игумены. Вот здесь расстреляли царскую семью. Вот здесь вот закопали. Вот тут вот это все было. А я стою и смотрю. А нас туда привел Вараксин и сказал, когда мы были детьми, полметра было гашеной извести, ну, когда пережигали тела. И мы нашли, говорит, печатку золотую с изумрудом. И начали раскапывать. И пригласились сюда из УГМК и отца Сергия. И вдруг меня прошивает. И он говорит, вот сюда бы надо памятник поставить. А я говорю, я знаю, какой памятник сюда надо поставить царской семье. Вика свидетель. Что меня дернуло, я не знаю. И он потом так на меня смотрит и говорит, вставь. Не спрашивай ничего. Потом приехал Викентий к нам. Митрополит. Митрополит. Разговаривать по этому. Сейчас стоит этот памятник там. Крест покоядный. Его звали в миру Николай Романов. Как царя. Ну, то есть вы знак увидели, что его звали так же, как Николай II. Это потом я узнал. Я потом узнал на фоне это. Ну, как это отменяет убийства? Какие убийства? Которые он совершил. Ну, я же... Мы же только с тобой говорили. Ты пропускаешь самое главное. Кто первый попал в рай? Такой же разбойник и убийца. Потому что он раскаялся. Я думаю, да. Или пропустили почему. Или такое глубокое покаяние было. Потому что многие вещи этот человек говорил настолько... Ну, вот...